Новый учебный год начался с необычного, но весьма полезного урока. В православном приюте города Воложского сотрудники крупнейшей электросетевой компании региона Волгоград Энерго провели для ребят занятия по электробезопасности. Причем воспитанникам дома милосердия не только рассказали, как вести себя рядом с источником тока, но и показали на манекене, что делать с пострадавшим в случае ЧП. Все подробности у Натальи Стеганцевой. Свет в домах и на улицах городов, электрические станки и бытовая техника на службе человека. Без электричества невозможно представить жизнь современного человека, в том числе и детей, которые во все времена пытались узнать, кто же живет в розетке. Дети – это наше все, как говорится так. Конечно же, мы должны в первую очередь нести ответственность за них. И наша задача, коль скоро мы придумали такую вещь, как электричество, постараться сделать так, чтобы наши дети от него не страдали. С этой целью четыре года назад энергетиками была разработана специальная программа по профилактике детского электротравматизма. За это время сотрудники Волгоград Энерго в школах области провели более двух тысяч специальных уроков. В первый день нового учебного года они приехали и к своим подшефным – воспитанникам Волгского православного приюта Дом Милосердия. Конечно, с подарками, но главное, чтобы объяснить ребятам правила поведения вблизи энергообъектов. Когда вот там табличка, например, не входить в стой напряжения, туда ни в коем случае нельзя, потому что ты можешь ударить током и можешь человек умереть. Как оказать первую помощь пострадавшему от разряда тока – еще одна тема открытого урока. Главное – помочь, а не навредить. И поэтому, рассказывают специалисты Волгоград Энерго, здесь важно все делать правильно. Специальные навыки отрабатывались на роботизированном манекене Гоша. Центр основания ладони прикладываем во впадину грудной клетки в ту точку, что мы определили. Пальцы не обжимают грудную клетку, держатся прямыми. Большой палец смотрит в сторону головы. Вторую руку накладываем перпендикулярно кисти той руки, что лежит на грудине. Урок электробезопасности в Волжском православном приюте дал старт реализации программы по профилактике детского электротравматизма в новом учебном году. До конца мая 2012 года волгоградские энергетики планируют провести более тысячи таких уроков практически во всех школах региона. Наталья Стегонцева, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.